Ну что, будем слушать о том, как можно счастливо и долго жить при болезни Паркинсона, которые почему-то все пугаются. Но на самом деле, когда мы говорили о реформации нашей встречи, посвященной Дню пожилого человека, мы думали, что, наверное, все, кто идут мимо нашего института, должны зайти сюда, потому что это очень для человека всегда такая проблема трудно разрешимая. Старение, возраст, болезни и такие вещи, как, допустим, болезнь Паркинсона, болезнь Эльцгеймера, это у всех сейчас на слуху. Другое дело, что обывательское впечатление о заболевании и то, которое сейчас используют врачи, научные сотрудники для того, чтобы определить, почему это возникает, когда мы можем вовремя помочь человеку. От этого, конечно, многое зависит в будущем. И на самом деле, за рубежом пациентов наших не называют больными, а говорят, что это просто люди, живущие с этим состоянием, с Паркинсоном. Вы понимаете, тут вот последняя была картинка, очень такая, Андреа Мороа, цитата, постарение, да, я хочу вспомнить еще одно. Это очень такое яркое высказывание экзуперии, что старость – это не другая планета. Это то, что в лучшем случае ждет каждого из нас. И когда молодежь говорит о том, что вот все у них получается и все хорошо, они, наверное, не думают о том, что существуют такие заболевания, профилактика которых имеет колоссальное значение. Я вот эту презентацию готовила для аудитории слушателей, которые придут случайно к нам в институт, которые придут по какому-то своему целевому решению послушать, что же это такое. Поэтому вы меня, наверное, поймете, когда вы видите, что же я вам хочу сейчас показать. Хочу вам показать то, что 11 апреля – международный день больного болезни Паркинсона, и это не просто так. Это точно так же, как день пожилого человека 1 октября. Сейчас большое внимание социальных служб, государства отводятся в поддержке этих пациентов, для того, чтобы можно было действительно вовремя им оказывать помощь и лекарственную, и помощь в качестве жизни. Вот этот день праздновает все. Празднуем мы в институте с нашими пациентами, которых у нас очень много. На учете в институте находится более 30 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона. Они к нам приходят от случая своего, от тех назначений, которые мы им делаем по визитам, для того, чтобы контролировать их лечение и действительно те жизненные обстоятельства, с которыми они сталкиваются. Вот это символ наш цульпан и символ нашей проблемы, потому что здесь концентрируется очень много таких символических моментов, связанных с перспективой жизни наших пациентов. Наш институт в 97-м году был принят в состав Европейской паркинсонической ассоциации, и вы видите, что здесь этот символ цульпан был даже показан, как его расшифровывать. Вот цульпан по-английски, «тюль» — это вперед к пониманию, изучению, улучшению Паркинсона, поэтому символ цульпан совершенно не случайный у нас. И тогда, конечно, мы поняли, что мы находимся на уровне тех возможностей, важных возможностей, которые имеет наш институт, и этот вариант должен быть нами использован для работы с пациентами тоже, в основном реабилитации. Вот это флаги всех стран, которые находятся в Европейской ассоциации. Что делают там пациенты, и что делает отчасти наша ассоциация пациентов с болезнью Паркинсона? Это обязательно какие-то социальные программы, донесения до людей, не имеющих к этому отношения, но чиновников, от которых зависит и получение лекарственных препаратов, и какие-то реабилитационные программы для наших пациентов. Все это делается очень активно. Европейский марш с этими пациентами, видите, какое количество сейчас этому уделяется внимание Европе. Люди идут, идут таким непрерывным потоком по центральным улицам Брюсселя, и они хотят сказать, что мы с вами, вы с нами тоже должны считаться, и понимать, что мы хотим работать, жить, и свои семьи видеть счастливыми вместе с нами. Ну вот, такой Паркинсон, который описал симптоматику этого заболевания, и тогда еще, 200 лет назад, он предвидел, что, несмотря на то, что природа болезни неизвестна, еще тогда было, в настоящее время мы тоже не можем сказать, что четко мы понимаем, почему это возникает. Но совершенно другое отношение сейчас к ведению этих пациентов и к пониманию сути этого процесса. Но тогда, наверное, предполагал Джеймс Паркинсон, что имеется достаточно оснований, чтобы надеяться на открытие методов лечения, с помощью которых процесс этот может быть остановлен. Ну, известные люди, личности, которые мы с ними, в общем-то, знакомы и по прессе, и по телевидению, которые имели эту проблему, которые имели возможность применить для лечения самые современные лекарственные препараты. И вот, вы видите, исход их жизни совсем не болезнь Паркинсона, которая никогда не приводит человек, естественно, сама заболевание, заболевание где-то к финалу, а сопутствующие какие-то состояния. И на продолжительной жизни эта болезнь не влияет. Те люди, которые перед вами, они давно болели, и они достаточно активно вели все обстоятельства, в которых они участвовали в своей жизни, и в профессии, и в других каких-то социальных таких вот программах. Но эти люди, мы известны, и мы их очень-очень историей болезни их знаем. Существуют различные факторы, которые влияют на риск заболевания. Есть доказанные факторы, есть вероятные, возможные. Очень часто спрашивают родственники, не грозит ли им тоже клинически потом иметь какие-то признаки этого состояния, этого заболевания. Это то, что сейчас занимается наш отдел. И действительно, генетическая составляющая этой проблемы очень сейчас важна. Ну вот, доказанные факторы, которые снижают риски, вы в печати об этом знаете, слышали, наверное, это курение, употребление кофе и шоколад, которые уменьшают риск возникновения этого заболевания, если даже есть генетическая предрасположенность к нему. Ну, повышающие риски, это, конечно, наследственность, это психоэмоциональные стрессы, это различные сосудистые заболевания, это следовые какие-то факторы интоксикационные. И, конечно, возможными такими факторами, которые повышают риск, являются и нарушение питания, черепно-мозговые травмы, избыточный вес и эмоциональная работа. Болезнь имеет очень много симптомов, она здесь очень так структурированно, разложена на моторные и немоторные проявления заболевания. Существуют и такие не очень удобные обстоятельства для жизни, как ухудшение памяти, осанки, походки, внимание, структуры сна. И, как всегда, пациенты спрашивают у врачей, когда попадают к ним на прием, могут ли какие-то лабораторные методы исследования помочь в своевременной диагностике этого заболевания. А может быть, можно жить без лечения? А может быть, можно вылечить только какой-то один признак, который мешает? Часто очень мешает дрожание. Причем эти вопросы задаются везде одинаково, во всех странах. Каждый пациент волнуется, как он сможет с этими появившимися проявлениями заболевания жить. Диагностика до настоящего времени считается в основном, конечно, при первичных посещениях врачей-пациентами, это клиническая диагностика, но другие методы исследования для исключения каких-то сопутствующих заболеваний. Болезнь от момента возникновения до определенного этапа жизненной программы, которые выполняет человек, длится очень долго и, опять-таки, повторяю, не является лимитом для продолжительности жизни. Что можем мы сейчас обсуждать, когда говорим о возможности лечения? О хорошем лечении, которое, соответственно, нам дает потом и качество жизни много лучше, чем если бы человек не обращался и не лечился. Это протекция, это специальные лекарства, которые применяются для уменьшения степени выраженности симптомов, физической и социально-психологической реабилитации. Все эти позиции в нашем институте решаются очень активно. И вот нейропротекторная такая терапия для того, чтобы замедлить ход течения этого процесса, применяется с помощью специализированных медикаментозных средств, которые выбираются в зависимости от стадии заболевания, от личностных особенностей человека и от его, конечно, семейно-профессиональных акцентов. Лекарственная терапия заболевания только таблетированная. Внутривенные, какие-то внутримышечные уколы не применяются. Лекарства несут в себе функцию заместительной терапии, то есть они дают человеку возможность пополнить недостающие запасы медиаторов в мозге и таким образом в значительной степени смягчить симптоматику. У многих пациентов она становится абсолютно незаметной и не для окружающих, и не для самих пациентов. Время приема лекарств имеет колоссальное значение. Лекарственные препараты таблетированы, они применяются в течение дня человеком так, как должно это сделать для того, чтобы обеспечить транспорт лекарств из желудочно-кишечного тракта в мозг. И этому учат наших пациентов наши врачи. Основные классы лекарственных препаратов в мире сейчас известны, они есть практически все в Украине, и мы применяем их в зависимости от тех обстоятельств, которые приносят к нам пациент. Считаем мы, и это в соответствии с данными мировых клинических исследований, что не существует двух одинаковых людей, у которых были бы абсолютно похожи симптомы. То есть различия в симптоматике в соответствии с личностными особенностями и генетическими почками разнятся у людей. Ну и вот здесь вопросы такие, какие лекарства применять, чтобы человек понимал, до какой степени ему это нужно и улучшит его качество жизни. Все это объясняет врач для того, чтобы была абсолютно адекватная и правильная научная информация по механизму действия лекарств, чтобы пациент знал эти вещи. Многие лекарственные препараты сейчас современные готовятся в пластыре, очень удобно. Если есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, то, конечно, пластырная форма очень проникает хорошо в мозг и достаточно адекватно пациент себя чувствует хорошо. Существуют такие шприцы для введения лекарства под кожу. Вот здесь они вам показаны. Это инъекции апоморфина при помощи ручки, помпы и многие другие новые сейчас методы введения. И даже с помощью спреев вводится препарат для того, чтобы можно было улучшить самочувствие. В данный момент к этому человеку можно быть более активным. Здесь показано, конечно, как это все делается. Особенно, если есть, через программер вводится лекарственный препарат сразу в желудочно-кишечный тракт. И пациент чувствует себя в соответствии с теми задачами и проблемами, которые у него в жизни возникают на данном этапе лечения. Ну вот, такие очень важные для пациентов, для наших, есть методы регистрации собственного здоровья. Это карты саночувствия. Наши пациенты им пользуются очень. Они отмечают там и все симптомы, которые у них есть. По баллам и потом с врачами это все анализируется. Это питание, пищеварение, это настроение, это функция мочевого кузыря и сексуальная функция. Боли различные, которые бывают у пациентов, внимание, память и так далее. То есть в этих картах, которые пациентов очень дисциплинируют и дают возможность и врачу, и пациенту очень активно влиять на свое состояние в зависимости от того анализа, который мы вместе проводим. Качество пациентов, конечно, в значительной степени определяется и качеством лечения заболевания. И очень важно наблюдаться у врача-специалиста, невролога-паркинсонолога, который владеет всеми современными методиками титрования дозы, подбора, индивидуального подбора дозов и так далее. Мы хотим всегда пациенту объяснить, что самолечение и попытка изменения дозировок или каких-то других применения препаратов, не имеющих отношения к этому заболеванию, часто очень приводят к таким неприятным побочным явлениям или психическим нарушениям, которыми потом очень трудно работать. Конечно, вопросы часто очень возникают у пациентов, продолжать им работать или нет. Какие есть противопоказания для активности, допустим, общения с людьми, со своими коллегами, с поездками, вождением машины и так далее. Всегда эти рекомендации мы делаем абсолютно адекватно, из-за расчета, что нашим пациентам ничто не противопоказано из тех обстоятельств, в которых живут люди обычные, без болезни Паркинсона. То, что касается физической реабилитации, это современные очень такие программы, программы, которые способствуют формированию формулы движения, связанной с болезнью, и возможность влиять на эту формулу каким-то естественным методом. Это и скандинавская хайба, это танцевальная терапия, это музыкотерапия, будем говорить, рисование и многие другие вещи, которыми человек может заниматься в зависимости от своих личностных особенностей. Это специализированная лечебная гимнастика, это тренинг позы, походки, осанки. То, что делается у нас в институте и является, на самом деле, разработанными в мире уже специализированными комплексами. Когда анализируют эффект лечения и эффект лекарственной терапии, допустим, и физкультуры, лечебной физкультуры, реабилитации, то считается, что в достаточной степени можно сравнить эффект тех и других воздействий, когда одно восполняет один дефицит, восполняет другой, и получается совершенно определенный эффект лекарственный и лечебный, физический, когда пациент оценивается ее здоровье потом. Двигательная терапия и арт-терапия, которая применяется в нашем институте по нашим разработкам, с учетом тех мировых достижений, которые существуют сейчас в реализационных центрах по лечению болезни профессора. Танцевально-двигательная терапия очень важна. У нас в нашем институте работает группа танцевальной терапии уже почти 4 года. Они приходят к нам на занятия в зал лечебной физкультуры 2 раза в неделю. С ними работает инструктор, человек, который очень небезвазличен к нашим пациентам. И они умеют делать то, что иногда даже не умеют делать здоровый человек. И удерживают свою позу-посадку с помощью специальных упражнений, которые развивают творческие способности. И основу движения как ритм и, будем говорить, гибкость. Возможность командовать своим телом, что ли, своими обстоятельствами, двигательными. Танец очень им помогает. И считается, что если вы можете ходить, то вы и танцевать тоже будете. Если даже вы когда-то до заболевания танцами абсолютно не интересовались, и не были для вас каким-то таким потенциалом психостимулирующим, будем так говорить. Ну вот, вне зависимости от стадии заболевания, пациенты ходят и занимаются танцами. И этой терапией, которая носит название у нас, танцевальная терапия. А как бы мне сейчас включить вот эти вот видики, Сергей Анатольевич? Они мне раньше получатся. Не получатся? Я спросил. Почему? Почему? Нужно немножко отдельно. Нужно немножко отдельно? Нужно немножко отдельно. Наши пациенты очень интересуются и рисовать. В арт-терапии различная, в смысле, у нас тоже работает инструктор по арт-терапии. Это лепка, это твилинг, это песочная терапия, рисунки различные на песке, и разукрашивание картинок, которые входят в программу реабилитации наших пациентов. Они очень успокаиваются, они начинают верить в свои силы, они понимают, что творчество, это в значительной степени улучшает их возможность себя реализовать. Ну и вот такие физметоды лечения, как улучшение походки с помощью приборов, вот имитатор ходьбы подошвенной у нас есть, когда не про сигналы в подошву человека, в стопу, ритмичные такие, создают полный эффект, хороший, такой гармоничной походки, которая была у человека до заболевания. Вот такие инструкторы, которые улучшают осанку наших пациентов, мы их тоже применяем для наших пациентов, они дают возможность удерживать потом ощущение правильной осанки не менее трех месяцев. Поэтому периодически эти курсы у нас проводятся в нашем отделении, пациенты к нам приходят амбулаторными эти курсы. И вот на магнитолазерную терапию для того, чтобы улучшить медиаторную функцию мозга, воздействие на эти шейные отделы позвоночника магнитолазером. Хорошие такие эффекты дает терапия с помощью мотомета для мышц плечевого пояса, для ног, для гармоничного движения вообще человеческого тела. И по возможности, конечно, пациенты активно ведут свою жизнь, и на самом деле они подтверждают ту позицию, которая свидетельствует о возможности жить долго и счастливо с этим состоянием здоровья. Конечно, должны быть и в центре, и в тех реабилитационных заведениях, которые занимаются этими вопросами. Я говорю и в нашем институте в частности, потому что это та команда, которая у нас есть. Это реабилитолог, физиотерапевт, логопед, психотерапевт, медсестры и неврологи, очень квалифицированные сотрудники нашего антигенера. Большое количество денег уделяется нашим пациентам в мире вообще. И видите, какое количество пациентов в Европе сейчас, почти полтора миллиона пациентов с профессионализмом. И вот такие финансовые средства идут на их лечение, реабилитацию и на социальную защиту этих пациентов. Вот здесь также это американский вариант лечения пациентов, когда 14,4 миллиона долларов каждый год выделяется для общества пациентов с профессионалом. Ну вот это все, что можно было, наверное, сказать. Это им, двум очень веселым людям, которые друг с другом шутят. И на вопрос, какое твое хобби, она ему отвечает, мое хобби Паркинсон. Спасибо. Спасибо. Спасибо.